Покос. Покосные участки в сосерских заводах, как уже упоминалось вначале, были чуть ли не главной основой заводской кабалы. Рабочий, имевший клочок покосной земли, старался использовать его для ведения хозяйства, в котором большинство рабочих видело единственную возможность стать независимыми от заводского начальства. «Сам себе хозяин, не кланяйся. Хоть и прогонит, так есть за что держаться. Да вон гусак расчись! Да вон гусак расчись! Себе загоил! Да вон гусак расчись! Да вон гусак расчись! Себе загоил! Да к ему теперь чёрт не брат! То-то и есть! Вот ещё паха-то маленько! Вот бы ещё паха-то маленько! Костыльком в вазу пахать будешь! Да уж нашли бы чем! Земли бы только дали! Речи о преимуществах крестьянского хозяйства и мечты о своей пашне… Такие речи о преимуществах крестьянского хозяйства и мечты о своей пашне приходилось слышать нередко. Положение сельских работников, которых земельная теснота загоняла в заводские рудники или заставляла всю зиму робить на лошадях, как-то не замечалось. Видели одно. Над крестьянином не могло измываться без конца разное заводское начальство. И этому завидовали. Такое отношение заводского населения к крестьянскому хозяйству побуждало большую часть рабочих стремиться к развитию этого хозяйства у себя. Чуть не у каждого рабочего имелась корова. Многие держали лошадей, на которых кто-нибудь из семейных возил в течение большей части года разную заводскую кладь. Пахоты около заводских селений не было, но покосные участки имелись везде. Размер их был не одинаковый. В Сесерти это были небольшие клочки, на которых при хорошей траве ставилось копен двадцать-тридцать сена. В Полевском и Северском покосные угодья были намного обширнее. Там каждому домовладельцу отводилось по два покоса. Ближний, верст за пять-десять, и дальний, верст за пятнадцать-тридцать-тридцать-пять. Верст за пятнадцать-тридцать-тридцать-пять. Ближние покосы были очень невелики. На них ставилось сено лишь на первосенок до санного пути. Дальние были довольно значительного размера. Сено там ставилось сотнями пудов. Кроме того, у заводского населения была почти неограниченная возможность ставить сено почаще и ростчастями. «Почаще» значило по лесным лужайкам, которых можно было много найти в лесу. Ростчастями назывались тоже лесные поляны, но такие, где уже издавна литовка и топор не давали разрастаться лесной поросли. Иногда на этих ростчастях подчеркивались отдельные деревья, и ростчасть постепенно доводилась до размеров очень большого покоса. Заводское начальство, видимо, прекрасно понимало кабальное значение покосов и всегда шло навстречу населению, освобождая его от работы, когда оно делало свой годовой запас. Тем более, что такая отзывчивость ровно ничего не стоила, а иногда даже вызывала необходимость частичного ремонта предприятия. Ежегодно среди лета, на месяц, иногда на полтора, работа на фабриках прекращалась. Замолкал гудок, затихал обычный шум и лязг фабрики, и только доменные печи продолжали дышать огнем и искрами. Непривычно тихо становилось в заводе. Непривычно тихо становилось в заводе. Казалось, что завод умер. И вечерами тянулось взглянуть на дыхание доменной печи, чтобы убедиться, что жизнь в фабричном городке всё-таки есть. Отец, помню, терял от этой тишины сон и старался скорее уехать на покос. Привычка к фабричным работам сказывалась и во время покоса. Рабочие редко вели дело в одиночку, в большинстве объединялись в группы, чтобы легче и скорее по покончить с покосом. Поковчить. Поковчить. Чтобы ли поковчить. Поковчить. Проверим. Чтобы легче и скорее покончить с покосом. Группы составлялись с приблизительным учётом рабочей силы семьи. Иногда в целях уравновешивания вводилась оценка работы рублём. Дело шло дружно, быстро и весело. Случалось, конечно, что траву, скошенного с одного луга, удавалось убрать и без одной дружин. Удавалось. Удавалось убрать без одной дожди. Удавалось убрать без одной дождинки. Дожжинки. Удавалось убрать без одной дожжинки, а другая попадала под сеногной. А другая попадала под сеногной. В таком случае, артель старалась поправить дело правильной делёжкой сена с того и другого участка. И я не помню, чтобы поэт... И я не помню, чтобы на этой почве выходили недоразумения. Радость коллективной работы как-то особенно выпукла, выступала в это время. Вечером любой покосный стан представлял собой картину дружной рабочей семьи, весёлой, без кабацкого зелья. Весёлой, без кабацкого зелья. Наработавшись за день, похлебав поземины или веленухи, люди подолгу не расходились от костров. Часто старики зачинали проголосную, а молодёжь занималась играми, пока не сваливалась, пока не свалится с ног. Утром чуть свет, все уже на работе, бодрые и весёлые. Эта дружная работа кончалась обыкновенно быстро. Только разойдутся, а уж покосов-то и не осталось. Начиналась страда в одиночку, по лесным полянкам. Здесь уж объединяться было нельзя. Да и работу эту вели лишь те, у кого были в хозяйстве лошади. Работа, надо сказать, была неблагодарная. Приходилось переезжать с места на место в поисках подходящих полянок. Сочная, густая лесная трава долго не сохла и попадала под дождь. В результате тяжёлой работы получалось плохое сено. Попутному... Попутно нужно отметить, что если в Сесерте единоличная работа на покосах была редкостью, то в Полевском и Северском, где заводское население имело большие участки, она составляла обычное явление. Углежоги и водщики, имевшие по десятку лошадей, забирались на свои покосы... Забирались на свои покосы с Петрова дня и трудились там до белых комаров, выезжая или даже только высылая кого-нибудь... Выезжая или даже только высылая кого-нибудь домой за провиантом... Выезжая или даже только высылая кого-нибудь... Домой за провиантом за провиантом... Выезжая или даже только высылая кого-нибудь домой за провиантом... В заводе в это время было мёртво... В заводе в это время было мёртво... Дома оставались... Дома оставались лишь старухи до... Дома оставались лишь старухи до малыши... Тех рабочих, у которых... Тех рабочих, у которых не... Тех рабочих, у которых не было большого хозяйства... Эта страда углежогов тоже уводила вдаль, где они действовали как наёмные рабочие, частью с условием... Частью с условием... Частью с условием натуральной оплаты... Частью с условием натуральной оплаты за работу сена... Частью с условием натуральной оплаты за работу сена...